добрый день надеюсь меня хорошо видно слышно и весь вебинар мы также активно с вами поработать спасибо огонечки значит тема сегодняшнего вебинара это современная практика реализации методики мариман тессори с детьми с ограниченными возможностями здоровья и вы как видите да значит на титульном листе я поместил фотографию мариман тессори с ребенком и такую схему которая заключает себя всю суть педагогической системы ребенок это как ядро на как ядро земное и окружающая среда и и педагог он является как бы спутником небольшим который то есть его роль такая небольшая косвенно и оказывает такого небольшого влияния именно на самого ребенка через окружающую среду это важно в этом и заключается как бы основная суть работы по методике мариман тессори давайте приступим да значит к рассмотрению да вообще как бы немножко экскурс в историю до окунемся да в чем ее особенности система мантесори хотя как бы говорится что это инновационный подход к образованию разработаны именно доктором мариман тессори и основная идея заключается создание стимулирующей обучающей среды где дети могут развиваться своем собственном темпе и свободно выбирать свои занятия в соответствии с интересами это подходит как детям с особыми образовательными потребностями так и детям без них нормально развивающим нас контакт и позволяет развивать у них критическое мышление самостоятельность и концентрацию психических процессов особенно внимания обеспечивает комплексное решение основных целей задач развития ребенка оптимальных условий для формирования когнитивной и аффективной сферы регуляторного обеспечения психической активности и вот при проведении всей коррекционно-педагогической работы с детьми особой зэ именно по методу мариман тессори можно выделить следующие задачи которые являются скажем такими общими да основополагающими и по мере применения этих этой методики да соответственно педагоги можно сказать даже их новаторы которые включают сама методика была разработана год ее жизни до конец 19 начала 20 века хотя говорим это инновационная да то есть более века назад но теперь активно она внедряется не сказать что она когда-то забывалась соответственно определенная так и за рубежом методика она очень широко применяется и применялась и применяется и так какие задачи решаем во первых формирование ориентировочных реакций почему как бы данная задача актуальна да для детей и с нарушением зрения и с нарушением слуха и с нарушением опорно-двигательного аппарата то есть представлен весь аспект развитие движения руки и действий с предметами потому что очень много скажем предметов до материалов мариман тессори они на классификацию сравнение до обобщение то есть работа идет именно с руками 10 предметами формирование сенсорных и математических представлений то есть именно на сенсорику на формирование чувства цвета тоновое развлечения цветовые карточки звуковые колбочки где нужно соотнести сенсорная очень много пластин шершавых где нужно найти скажем от грубого к мелкому да соответственно это тоже разложить и классифицировать но и математические представления работа с материалом она здесь активно включена почему именно вот и на мой взгляд на математику мариман тессори делала больше упор мне кажется всего того что она сама как бы не нравилась математика и методик это раннего развития математического развития уже счет до используя банк золотой бусины счета опережающий развитие по математическому развитию если дети занимаются именно с материалами мариман тессори эмоциональное благополучие и социальная адаптация вот мы говорили об эмоциональном благополучии на предыдущем на предыдущем вебинаре тоже о том какие критерии до его составляют когда ребенок спокойно в непринужденной установке сам значит знакомств над ним не наседают особенно это важно для детей с аутизмом да когда соответственно ребенок очень трудно идет на контакт а здесь окружающая среда материалы и он сам соответственно знакомиться с ними работать и педагог помаленько помаленько как бы подходит до тому как изучить этот материал да или как играть скажем с ним да и как развиваться практика работы есть и как бы мы наблюдали непосредственно я с детьми с работ с аутизмом по с материалами мариман тессори и скажу что она то эффективно ну и конечно социальная адаптация да то есть когда непринужденная обстановка дети могут общаться разговаривать да значит нужно если нужна помощь педагога они сами обращаются и так далее то есть всестороннее развитие системе мариман тессори конечно предусмотрено и вот как бы авторских методик раннего развития очень много и специалист конечно предлагают данную методику именно для детей начиная уже с младенчества да очень потому что те материалы тут экологично безопасны и интересно потому что как растенцов на развитие начинается уже с младенчества на цвета на формы и в в определенных дошкольных учреждениях работа идет именно изначально данный материал но развивающая программа на тессоре которая уже значит успела стать классикой да она многие годы и остается востребован сам метод был разработан еще в первой половине двадцатого века он был обогащен новыми достижениями всей науки и как бы все это лежит в основе тех развивающих занятий которые используют преподносится центрах раннего развития и детских садах многих стран я как бы об этом говорят сама основательница методики мария монтесори это итальянский врач она и врач и педагог и психолог да и которая разработала создала систему развивающих занятий с особенностями развития то есть изначально со временем данный метод оказался действенным и для детей без особенностей да это система развития ребенка названа сам самой марии монтесори системы самостоятельного развития дидактически подготовленной среде вот я хочу немножко скажем экскуртную историю сделать на самом деле если мы сейчас работаем по методике с нормальными детьми то есть изначально она создавалась для детей с овз вообще сама она увлекалась математикой да и как бы любила решать задачки и уже в 12 лет она одержала как бы свою первую победу над системой образования да она решила пойти в школу для юноши потому что как бы считал что только юноши могут овладеть математикой она с успехом и и окончила значит но потом увлеклась естествознанием да и принял и приняла решение стать именно детским врачом в италии тогда в конце 19 века это опять было невозможно заниматься медициной и тем более учиться в медицинском университете могли только мужчины конечно же вот родители отец особенно вообще не одобрял решение поэтому ее как бы сначала приняли довольным слушателем а затем уже за успехи перелили число студентов конечно учеба и очень трудно давалось а в силу того что опять юноши надсмехались немножко да мучили и так замечаниями да но естественно обучение было плавно поэтому она начала работать в клинике университетской и увидела там впервые детей с различными нарушениями в развитии как бы ну она видела что они предоставлены сами себе себе то есть их с ними не занимаются да и наблюдая вот за этими несчастными детьми матессори пришла к мысли что для детей нужно специально развивающая среда еще обучаясь в университете да такая среда в которой будут сконцентрированы знания о мире представленные через эталон основных достижений человеческой мысли а ребенок должен пройти вот этот весь путь человека в цивилизацию уже дошкольном возрасте ну вот когда она защищала дипломный проект да и нужно было прочитать лекции и на эту лекцию значит попал ее отец да случайно увидел как дочь а хорошо как бы прошла до испытания да и и мария матессори она стала первым врачом в италии получила как место до работа и так далее затем в марии матессори то есть ей какой это идея о том что создать эту развивающую среду была как бы интересно да она посещать лекции по педагогике изучает работы по терапии восприятия образования работать с над сталыми детьми находит книги французских ученых гаспара и сергина находит их работы переводит переписывает да внимательно читает и именно вот по сергену мария узнает о том что если проводить занятие по особой методике то в кавычках из 100 идиотов 25 становится по сути нормальными людьми ну немножко жестко да за того времени конец девятнадцатого века значит и соответственно работают собственно отставлены уже создавая для них определенную среду воспитанники мантессори были представлены к экзаменам вместе с детьми начальной школы как бы время да и результаты были такие что они стали лучше экзамены нежели как бы лучше нормальных детей и поэтому правительство уже создала институт по подготовке учителей для умственно отсталых детей ну соответственно марина возглавил ее затем марина тессори поступает на философский факультет римского университета занимается экспериментальной психологии и педагогической антропологии значит и открывает при поддержке значит итальянского миллионера потому что нужно конечно средства государства не влияло первый дом ребенка школа для нормальных хотя и запущенных людей как бы она выражается и с этих пор и до конца почти 45 лет она занимается именно проблемами воспитания образование на здоровом детей вот работа в этом доме ребенка строилась по принципу марина тессори то есть оборудовала она для детей разных возрастов и о зонировании да мне уже было это вот скажем интересно она строит как бы то есть появились у нее последователи и эрик эриксон и жан пиаржи афрей вообще говорил там где монтесори я не нужен не работал скажем так и обращаясь к человечеству она говорил у нас есть проблема взрослые находится в центре внимания цивилизации образование это нужно давать образование и она создала не только новое направление педагогики развития детей первых трех лет а заставила взрослых увидеть дети другие ну и что еще можно сказать да что ее номинировали на нобелевскую премию и до введения виталия евро портрет марина тессори украшал купюру это единственный в мире прецедент печати на бенгар именно портрета педагога потому что если у нас в советское время эта методика как бы ушла на на задний план да как бы на полку сложили в дальнюю то за рубежом конечно она эта методика использовала да и теперь ярко используется как и у нас сейчас возврат и к фрибелевской системе и методики марина тессори он остается такие концептуальные положения коротко мы отметим это обучение должно проходить естественно в соответствии с развитием ребенок сам себя развивает обращение ребенка к учителю помоги мне это сделать самому таков девиз педагоги монтесори да мы говорили роль педагога косвенная да но как бы направление все же дают учитель вся жизнь ребенка от рождения до гражданской зрелости есть развитие его независимость и самостоятельность это учет сензитивности и спонтанности развития но единство индивидуального и социального развития поэтому вот применяя даже сама мария мацессори применяя свою методику работы то есть у нее были скажем умственно отсталые да и если она достигла результата значит экспериментально доказано применение ее методики и самая важная организация среды основные принципы работы с детьми прежде всего индивидуальность то есть система монтесори уважает индивидуальные потребности а главное темпы развития каждого ребенка это позволяет создать персонализированную образовательную программу для каждого учащихся если мы говорим о раннем развитии да когда были определенные итоги статистика когда если ребенок лишен детства а его детство направлено на получение знаний до без игры то скажем ничего это хорошему не привели у король поэтому детство тот период который то есть игровая деятельность она должна присутствовать во всем школьном образовании учебная деятельность начальность школе и соответственно уже необходимо учитывать вот эту возрастную периодизацию и доминирующий вид деятельности следующий принцип это самостоятельность дети имеют свободу выбора занятий доступ к обучающим материалам что способствует развитию самостоятельности и саморегуляции ну и конечно подготовленная среда это третий основной принцип из класса в системе мантесори создаются с учетом потребностей детей с идеально подобранными обучающими материалами мебелью и освещение ну это важно да то есть не как мы говорим образовательная среда и все что есть кому закупается закупается конечно нет и например расставляется дальше мы отметим что должно быть определенное зонирование помещения да почему потому что конечно интеграция есть различных зон но раз методика пробирована это зонирование она конечно должно учиться вот какова же роль педагога в системе мантесори первая роль это фасилитатор звание да такой интересный фасилитатор педагог системе мантесори выступает в роли фасилитатор который создает условия для развития у детей навыков самостоятельности и обучения мы вот какой сейчас как бы есть такой понять что детям менее самостоятельно почему умение самостоятельно они хотят сами одеваться там убирать и так далее значит все вы там в школу соберись ты сделал уроки так далее уйдет постоянно проверка взрослыми до все деятельности а кто в этом виноват зададим себе такой вопрос почему они дети не самостоятельны нельзя конечно делать такие обобщения но в целой массе потому что взрослые включая родители педагога делают все за ребенка не ждут пока он сделать или пока он уберут игрушки да пока там значит дошкольном возрасте переодевается сам раздевается одевается мы вечно торопимся вот этой темы жизни мы быстрее натянули на ребенка все сами прибежали детский сад разделе оставили тогда тем самым мы сами как бы угасают этот навык условия самостоятельности до обучения второе отслеживание раз конечно же педагог внимательно отслеживать индивидуальные потребности и процесс каждого ребенка представляя именно поддержку скажем индивидуальную поддержку там что педагог он не просто стоит стороне он замечает в какой зоне ребенок больше играет какие предметы ему нравится что он изучает и соответственно направляет уже и дополнительно может значит обогащать среду для данного ребенка ну и педагог вдохновитель педагог системе мантисори вдохновляет и мотивирует детей к активному обучению через свою любовь к знаниям и творческий подход к образованию конечно скажем переход скажем вот у нас уже был конечно переход такой вот авторитарной модели до преподавания к личностно ориентированному обучению но все равно у нас есть обучение как таковой остается потому что мы проводим занятия уроки да и скажем больше опираемся на свой опыт на свои на свои знания нежели на знание детей развитие навыков самостоятельность и самоорганизации прежде всего это свободный выбор дети в системе мантисори имеет возможность самостоятельно выбрать занятия работа в группе тоже имеет быть место да потому что ребенок должен уметь общаться и без общения скажем он не сможет социализировать это важно но и формирование режима то есть так или иначе если у нас скажем ребенку сейчас когда нужно например идти на завтрак да а он обыгрывает какой-то предмет играет значит вовлекся в определенную деятельность как быть педагогу да значит раз по режиму у нас идет обед и конечно соблюдение режима это важно свое место свое время для игровой деятельности свое время для самостоятельно и режима питания сна и так далее конечно это будет соблюдаться непосредственно без этого никак работа с материалами заключается в том что она делится на сенсорный материал то есть основная масса это конечно сенсорный материал я включила минимальное конечно количество фотографий но я думаю что если вы заинтересуетесь все это есть и как бы по типу создаются новые материалы интересные скажем безопасные и вот большая часть это материалы именно на сенсорику они специально разработаны для обучения через опыт и восприятие что позволяет детям лучше усваивать знания посредством осязания слуха зрения и даже обоняние это коробочка да с различными запахами коробочка с различными видами тканей когда дети ощупывают трогу тянули так далее вот я вам уже говорила дощечки да с различной широковатостью даже цифры буквы дети шероховатый обводит робот развивается тактильные осязания и благодаря таким осязательно карточка дети с нарушением зрения чувствую да и одновременно и речь развивать потому что очень много сенсорного материала форма букв цифр они понимают и знают практическая жизнь это практические жизненные навыки такие как уборка приготовление еды и уход за собой активно развиваются через специальные материалы какие же это материалы это активно представлены специальные оборудование тазики где дети прям стирают мыло полощет детская сушилка они вешают белье потом гладят безопасным утюгом и кухонное утро где дети там что-то делать используя предметы заместителей им это нравится потому что детям дома но не дают работать с настоящими предметом то есть и хозяйственным бытового труда и и детям это будет нравится хотя выросли да давайте стирайте сами они не будут стирать а вот дошкольном возрасте начальником дети с удовольствием к нам приходит именно вот нравится вот здесь эксперименты с водой это на песочная терапия различные узоры сразу их тянет к этому и можно сказать что дети заняты так или иначе они о чем-то думают и развиваются до воображать свой рисунок занимаются такой домашней едой хозяйственным трудом потому что это помогает детям стать более независимым более самостоятельными опять мы переходим к тому принципу самостоятельности ну и математика она сама была влечена улечена математикой и считал что тот уровень до который дается до и в школе как он незначительный она делает упор на материал по математике они помогают детям абстрагироваться от конкретных предметов и легко воспринимать сложные математические концепции поэтому эта методика она отличается обучение особенности работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста прежде всего это игровая активность значит система матессори акцентирует внимание на игровой форме обучения и активных образовательных методов мы говорим если ребенка ничего не интересует педагог так или иначе должен привести к какому-то материалу а сам начинать обыгрывать значит работой да и заинтересовывать там те же цилиндры башни работа с геометрическими фигурами до складывания определенных фигур так или иначе заинтересует ребенка развитие навыков происходит через использование специальных материалов и индивидуальный подход дети развивают навыки математики чтения и письма уже в раннем возрасте ну как бы работая с детьми с овз мы знаем что как бы должна быть должен быть должен делается упор конечно да на именно сенсорном развитии на индивидуальном подходе не говоря уже навыков математики чтения и письма чтобы отставание до между нормальным ребенком до из овз снизить чтобы ребенок был подготовлен к школьному обучению срок эффективность обучения то система демонстрирует высокую эффективность в развитии детей особенно у них развивается концентрация творческого мышления что способствует успешной адаптации в школьной среде тоже такой пример да когда хотели заниматься значит у нас мама спрашивает какую системе в работе у нас представлены материалы нашей лаборатории для детей до помаре монтесори да но соответственно ему мы только ее не используем там мы проводим специальные занятия для того чтобы ребенок был подготовлен в школе к школьным урокам и они соответственно были записаны ли там лицей да и конечно не посещая дошкольные учреждения учитель спрашивает раз вы не ходили детский сад до дома вас какие материалы дачи как вы занимаетесь мы тоже дома работаем по системе марии монтесори она вам нужно посещать специальные занятия подготовки к школе потому что очень трудно ребенку перестроиться от свободной среды саморазвивающейся именно к школьному обучению потому что пока система обучения в школе она у нас скажем больше так авторитарно то есть дети сидят выполняют задания отвечать и так далее можно сказать по принуждению поэтому здесь могут возникнуть сложности в работе с детьми именно младшего школьного возраста в этой истории выявила следующие доминанты развития для каждого возрастного периода естественно она изучала и раз труды жанна пиаже да который делал упор и сделать свою периодизацию возрастную на основе развития интеллекта поэтому она по методу использования тех или иных материалов и особенности развития детей сделала свои доминанты от рождения до 6 лет доминанты является впитывающий раз у ребенка об этом еще жену говорил душа ребенка как губка она все впитывает впитывать из ней и понятно что она себя будет впитывать из обучающей среды хороший или плохой зависит от окружения и значит первый период от рождения до трех лет да это мы включаем младенчество и ранний возраст тип разума которому взрослый подступиться не может то есть мы не можем оказывать на него никакого непосредственного влияния а возможно лишь создать вокруг ребенка культурную среду которую он воспринимал под своим впитывающим разумом через механизмы наблюдения и подражание заложенные природой поэтому взрослый тоже погремушка да это значит ребенок впитывает как играть скажем с ней да второй период от трех до шести лет ребенок как строитель самого себя в это время происходит значительная трансформация личности ну говоря о вообще развитие личности мы говорим да начиная в дошкольном возрасте формируем разносторонний развитие личность и вот как раз интересов ребенок как строитель самого себя от 6 до 12 лет доминанты является физическая и ментальная стабильность тоже делится на два периода от первый период от 6 до 9 лет ребенок как исследователь лабора окружающего мира интерес к лабора и вторая фаза 9 до 12 ребенок как ученый исследователь то есть тут как лабора помощника здесь уже он сам проводит эксперимент эксперимент ну вот от 12 до 18 доминанта является физическая и социальная зрелость до 12 до 15 подросток осознает нравственный закон жизни это важно изучая соответственно готовность данному вебинару да очень много материалов переработал как раз я нашла как кризис конечно другие ученые педагоги определили плюсы и конечно же минусы да где есть плюс там есть и минус ну конечно мы сначала положительно отметим да что малыш имеет возможность развиваться самостоятельность без навязчивого вмешательства взрослых и в удобном лично для него там такие страшные дети вот рождение и вот это в зависимости от типа высшемерной деятельности по разным кому-то это надо все быстро вот и медленно и вот этот темп до темперамент который влияет на теперь очень активно именно дошкольном возрасте потом постепенно скажут те кто были холериками да уже приходит больше к линии да основным принципом методики является свобода личности и поэтому вся система направлена на формирование свободного человека который уважает и ценит свободу окружающих это вторую систему на занятиях запрещена критика и негативная оценка это тоже хорошо потому что конце мы как раз за пива рассмотрим 19 заповедей и чему может привести вот эта критика и негативная оценка там отмечена ребенок обучается через игру он увлечен процессом обучения процессов и поэтому обучение дается ему легко большое внимание в методике уделяется сенсорному и сенсорно-моторному развитию учеников что напрямую связано с умственным развитие да то есть вот такой большой плюс да потому что это период доминирующими для сенсорного развития поэтому умственные мыслительные процессы классификация абстрагирование анализа синтеза активно в данной методике развиваются значит еще одним плюсом является что в одной группе могут находиться дети от года до семи лет от 7 до 12 лет поэтому под группы внутри коллектива учеников распределяется не по возрасту а именно по интересам раз практика показала что это эффективно да потому что у нас есть когда старший до школе да например у семилетний освоил эту методику работы с теми или иным материалом он учит младших поэтому взрослый здесь опять выполняет косвенную роль малыши имеют возможность учиться у старших что бывает гораздо эффективнее чем сложное объяснение взрослых старшие ученики учатся заботиться о младших обучающихся этой методике и как правило хорошо развиты навыки самообслуживания но и дети учатся принимать собственные решения потому что дети с овз до родители бывают начинают проявлять сверх опеку за него все делать вот одевать раздевая там кормить ложечки значит помогает ему тем самым они думают что они помогают они давая возможность самостоятельно развивать чтобы он потом взрослым ребенок с нарушением зрения спокойно адаптировался в социуме потому что он должен изучать окружающие но есть и минусы как выделили педагоги что данная система не направлена на развитие воображения творческих способностей особенно коммуникативных навыков это главное недостаток но здесь еще тоже да можно как бы поразмыслить методики недооценивается значение игровой деятельности в развитии ребенка мантисори считала что игрушки только уводит малыша от реальной жизни и не дают никакой практической пользы как бы доказано что это не так и значение игры в развитии ребенка очень и очень велико почему мы говорим что эти материалы как бы дети работают с ними они не играют не обыгрывают говорили что они развивают воображение когда используя предметы заместителя создавая какую-то ситуацию воображаемую особенно там театрализованной игры в режиссию ворсской игры сюжетно-ролевой игре когда развивается воображение как таковые игры они не организуются в данной системе и конечно это очень плохо да но можно сказать что сейчас это тоже очень в практике работа педагог не активно используется потому что мало времени именно игровую деятельность ребенок значит если до обеда проводится организованно образовательная деятельность дату вторую половину дня какая-то кружковая работа занятий специалистами и тем самым вся жизнь ребенка насыщена подготовку каким-то праздником мероприятием там какие-то конкурсы и соответственно опять игра зачем играть если все время ребенка сливает так что-то дает занимаются с ним поэтому не воображение не вот игрушки не дают пользу поэтому у нее материалы да не игрушка также автор методики она недооценила и значение сказок педагогическом процессе заменяя их довольно сухим описание предметов и в то же время как сказки формируют ребенка представление о жизни отношениях добрые земли то есть роль художественного слова художественного произведения велика и мы об этом знаем но как бы поэтому используя какие-то определенные материалы плюс те опробированные методики нами конечно вместе это можно соединять и особенно в работе здесь не совы следующее что педагог системе монтессори зачастую не имеет большого авторитета который так привычен скажем вот для нашей страны да и в связи с чем у ребенка могут возникнуть проблемы при дальнейшем обучении не будет слушать учителя дети воспитанные в этой системе они привыкают получать знания не прилагая больших усилий что может опять привести что они не захотят трудиться потому что любая деятельность трудовая учебная деятельность этот труд существует мнение что после обучения по методике монтессори детям сложно адаптироваться школе где требуется дисциплина и умение подчиняться и на практике доказано и соответственно учителями тоже адаптировано да хорошо если потом есть какие-то классы да значит обучающие тоже по данной системе но пока у нас общая образовательная школа и вот отметим значит зонирование до среды именно окружающие развивающие среды по методике марина ты соль зона практической жизни сюда входит упражнение с материалами где готовить детей поседневной жизни на это значит кратко так для развития моторики для контроля координации движения и потребностей в движении зона сенсорного развития очень богатая материалы закладывают прочную основу для развития интеллекта чувств здесь присутствует комплект и материал для упражнений в определении свойств цвета формы размера веса температура структуру поверхности предмета по шероховатости звучанию выделение в материале определенного качества или свойства зона математического развития зона сенсорного развития она очень богатая зона математического развития включает себя материала дающие возможность сенсорного опыта общения с абстрактными понятиями образующие математику здесь косвенная подготовка к ее изучению также заложено и в зоне практической сенсорной зоне материал по обучению именно арифметическом есть на такие примерные решения на вычитание так далее с ответами очень много и на деление умножения именно арифметические действия где без помощи взрослого конечно они не смогут освоить не прошли обучение следующая зона это зона космического воспитания кавычков да знакомление с окружающим материала этой зоны помогают ребенку упорядочить восприятие окружающего мира закладывать фундамент будущих знаний главный метод это от общего к частному от целого к деталям но вот я не стану конкретизировать значит что туда входят фотографии и так далее но соответственно это все есть в общей доступности и как бы вы можете самостоятельно посмотреть здесь происходит также совершенствование движения координация контроль и период особенно от года до четырех лет ребенок воспринимается тем видом и формам деятельности которые связаны совершенствованием тонкой и грубой моторики ну и большинство привычных действий взрослых выполняет чисто автоматически не задумываясь о том что они заплетание косичек фотография завязывания шнурков там кнопочки пуговицы и так далее нам кажется проще и мы опять же пытаемся облегчить работу вот примерно значит среда от года до трех лет для детей раннего развития эта площадка со снарядами для развития движений сенсорный уголок для упражнений восстановления причины следственных связей то есть специально такие по типу пазлы карточки да как идет развитие лягушки бабочки и так далее упражнения сыпучими веществами с водой да очень любят эти игровой уголок и вестика корзинка сокровищ вот тоже волшебный мешочек как мы называем когда дети на ощупь определяет какая-то фигура описывают и так далее она вообще актуарно по любой методике и показал свою эффективность и особенно и в развитии воображения поэтому можно использовать также сюда входит пространство с материалом для развития социальных навыков и навыков самообслуживания стирка глажка до развешивания пространство предмета пространственно развивающая среда для детей от трех до семи восьми лет в зависит от того какой период дошкольного отраста проходит опять же это тоже уголок жизненной практики да такое название где дети обретают на социальные навыки и навыки самообслуживания пространство с материалом для развития чувств или сенсорный уголок пространство с материалами для развития речи или уголок русского языка то есть буквы да и прописные и письменные азбука где дети составляют по карточкам значит для знакомства уголок для знакомства с природой и культурой то есть называть уголок природы и культуры значит для развития художественных навыков и музыкальных способностей карточки по цветовым где мы должны называть и одновременно развитие речи кстати вот набор базовый до входит для причинно-следственных связей так не буду останавливаться надо на все вы на презентации это видите да коробочка с выдвижными ящиками с цветными цилиндрами вкладышами с кубиками связаны мячиком который тоже можно самим делать нанизывание скользящие кольца и так далее и игрушки с раз с различным резьбовым соединениям сенсомоторный это различные вкладывающиеся коробочки пирамидки простые деревянные мозаики вот чудесный мешочек сюда входят тактильные мешочки то есть мешочки с различной крупой и на баяне мы говорили да когда они по запаху определяли какое-то бусы для нанизывания снульки ну и сенсорные книжки которые тоже соответственно можно взять из других да для упражнений в развитии утончения это вот этот термин дала сама Мария Макисоли для развития чувств это только вот базовые соответственно дополнительно еще очень много может быть материалы для развития зрительного восприятия вот эти материалы очень важны потому что особенно у детей с нарушением зрения страдательное зрительное восприятие поэтому благодаря данным материалам мы можем развивать это различные цветные таблички вот розовая башня значит различные цилиндры и предметы разной формы материалы для развития осязания это вот название забыла как раз помню тактильные дощечки да для ощупывания они шероховатые ящик с тканью да я о чем говорила там очень много разных тканей они должны ощупать называть да и угадывать скажем у меня всякие глаза тем более тем кто страдает нарушением зрения материалы для развития слуха это шумовые цилиндры это колокольчики макероне для развития чувств тяжести весовые таблички чувство тепла бутылочки таблички обоняние цилиндры запаха вкусовых ощущений даже есть вкусовые стаканчики для развития чувства силы силовые цилиндры ведь у нас есть математические да представлены все равно цилиндры так ну вот набор разного сотных цветных цилиндров геометрические тела коробочка или мешочек с предметами для сортировки для подготовки к занятию математика это различные очень много между прочим вот этих конструктивных треугольников и кубы для упражнения в развитии ручь речи это для формирования образа буквы шероховатые тактильные буквы ящик с манкой для тренировки навыков письма песочная терапия в то же время там можно писать буквы да значит так вот большой и малый подвижный алфавит набор картинок в коробке для свободных текстов и вот как раз представлены 12 коробочек да то есть там и книжечки где постепенное освоение они такие розовые голубые именно они называются книжечки на тессоре материалы для упражнения в математическом развитии представлены первой группой да это вот как раз числовые красно-синие штанги математическая шкатулка также шероховатые тактильные цифры счетные палочки веретена веретена цифры так вторая группа представлена банком золотой материал это очень много включает в себя бусины нанизанные на проволоку в виде куба где дети считают десятки сотни и так далее значит различные игры счеты да вот доски сегина цепочки сотня тысячи вот эти как раз бусинками цветные цепочки четвертая так это третья группа четвертая группа игры с полосками на сложение и вычитания доски на умножение и деление да игру змею на сложение вычитание и так далее на деление по демонстрационный материал со стендами материалы для развития зрительного восприятия это очень важно потому что если соответственно у нас нарушение даже идет нарушение слуха преобладающим является зрительный анализатор да поэтому мы должны развивать именно восприятие зрительное восприятие это блоки с цилиндрами на визуальное различение размеров нахождение одинаковых и противоположных по признакам пар овладение методом сравнения при выстраивании серии рядов до выше ниже толще уже создание сенсорной базы для последующего ознакомления ребенка с понятиями размеров размером конечно развитие глазомера что важно для детей и с нарушением зрения с нарушением слуха и опорным двигателем на развитие моторики подготовки пальцев письмо расширение словарного запаса понятие размеров выше ниже уже шире и так далее ну вот здесь я так именно это фотографии которые непосредственно тех материалов которые у нас имеется в лаборатории да вот эти цилиндры мы видим они все из дерева они различные по форме по толщине вот здесь по высоте различаются значит цифры плоские объемные фигуры на целое что целое делится на 2 части на 3 на 4 буквы да вот они шероховатые здесь и вот очень много таких треугольников из которых дети собирают форма в которой они тоже разные формы вот эти вот палочки как счетные палочки они используются это веретено да и там на заднем плане если мы видим это у нас такая карта значит где дети знакомятся с территории россии какие района круга есть у нас это уже адаптированная скажем к нашим на десятке да здесь тоже дети выстраивают учиться развивается мелкая моторика и особенно вот дети учиться завязывать шнурочки бантики застегивать пояса здесь на липучку то есть это вот представлено различные со всех сторон вот спасибо да что сказали те вот материал то есть если вы как бы зададите в интернете то у вас все эти материалы выйдут конечно потому что презентации содержал очень много как бы фотографии вот и вот те заповеди которые сработала сама марина тыссури так детей учит то что их окружает если ребенка часто критикуют он учится осуждать да то есть его критику он тоже кого-то будет критиковать если ребенка часто хвален он учится оценивать всё если ребенок демонстрирует враждебность функции драться если с ребенком честны он учится справедливости если ребенка часто высмеивают он учится в гербки если ребенок живет с чувством безопасности он учится верить если ребенка часто позорят у문 общаться пия виновата если Если ребенка часто одобряют, он учится хорошо к себе относиться. Если к ребенку часто бывают снисходительные, он учится быть терпеливым. Если ребенка часто подбадривают, он приобретает уверенность в себе. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым, он учится находить в этом мире любовь. Не говорите плохо о ребенке ни при нем, ни без него. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не будет оставаться и места. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить ее. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметны для того ребенка, который уже все нашел. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер. Предлагайте ему лучшее, что есть у вас самих. Пример взрослых – это самое главное. Здесь представлена литература, которая поможет, например, в поиске литературы. Мамачок – это психокоррекционная технология для детей с проблемами в развитии. Это Монте-Сори – дом ребенка. Где она передала опыт работы, который она собрала, возглавляя именно дом ребенка. Вот интересны дети-другие. То есть это уникальная методика развития, раннего развития Марии Монте-Сори. Вот русская учительница, вспоминаю, Монте-Сори, педагога Фаусека. Хилтунин – дети Монте-Сори. Здесь как раз они описывают особенности развития детей, которые развивались по данной системе. Но есть отдельный журнал для педагогов и родителей – Монте-Сори. Я думаю, что и электронные материалы – это тоже, конечно, можно все найти. Спасибо за внимание. Я вижу, есть вопросы ко мне. Я сейчас… Трудность… Хорошо, да, я хотела туда переключиться. Какие принципы? То есть принцип самостоятельности, он, на мой взгляд, необходимо право-видителям использовать. То есть я говорила, да, когда мы все за ребенка делаем, никакой самостоятельности и не будет. Поэтому мы давать возможность, не торопясь, давать свободу выбора, свобода выбора, да, как раз один из принципов. И самостоятельность, вот эти принципы, повседневную жизнь дома. Трудности, конечно, есть. Это нужно нам время, спокойствие, да, не вмешиваться. Только, скажем, в каких-то крайних случаях, когда мы, основываясь именно на ее заповедях, должны хвалить ребенка, да, значит, не позорить и не говорить о нем плохо и так далее. То есть к чему это может привести? Трудности, конечно, есть. Я же говорю, что впоследствии потом дети, если дома занимаются в основном или посещают детские сады после системы варитетной ссори, переход в школе к учебному процессу очень сложно. Спасибо за вопрос. Значит, конечно, произошли, произошли, то есть те материалы, они обновляются, обогащаются, и мы тоже материалы закупали, значит, производство в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь. И сейчас, то есть у нас уже как бы устаревшее, это уже очень много новых материалов. Конечно, они не дешевые, да, это можно понять, но экологически безопасные, но и в то же время умеет применить их и в других методиках, да, то есть и на занятиях, на специализированных, на коррекционных занятиях. Конечно, изменения есть. Вот сейчас именно, да, скажем, в последние 6-7 лет очень активно используется система Марии Монтесори, потому что у нас вводится активно программа раннего развития, поэтому она эффективна, ее материалы эффективны при раннем развитии. Ну вот опять же, тут вопрос, когда закрыли коррекционные школы, да, возникли тоже проблемы, да, то есть дети с ОВЗ были включены в общий поток, да, тут нужны дополнительные специалисты, дополнительное материальное обеспечение школы. Значит, учитель больше внимания, да, и работал с детьми с ОВЗ, да, когда общая масса оставалась безучастной, да, не было какого-то контроля. Поэтому сказать, что закрылись коррекционные школы, и это хорошо, да, вот именно, что инклюзива, она себя не оправдала. Так, сейчас я посмотрю, может быть, те вопросы, эти же или другие еще есть. А, все, я поняла, эти же вопросы, хорошо. Так, но методика интересная, и опять же, начиная работать как площадка инновационная только по системе Марии Монтесори, родители, они не понимали, приходили, говорили, да, это я вам сейчас скажу, уже порядка 26 лет назад, там это было 2007-2008 год, да, они говорили, значит, а что у вас занятия не проводятся, то есть то, что дети активно там, значит, сами изучают материалы, да, и им это было непривычно, потому что они видели, как дети работают в детском саду, что у них занятия чему-то учатся, поэтому вот как бы чисто применять систему Марии Монтесори только, скажем, вот одно, здесь вот опять же проблемы в дальнейшем обучении в школе могут возникнуть, потому что школа у нас еще не приспособлена к такому. То есть как один из приемов работы данная система, она эффективна. Ну вот эффективна в работе с ОВЗ, да, с детьми, которые не идут в контакт, делают только педагога косвенно, потому что он дает материал, чтобы ребенок сам-сад это все изучал. Спасибо. До свидания, если больше нет вопросов. Попробуйте, интересно, там же те же материалы у нас и повседневно встречаются. До свидания.